Недавно всплывший старый ролик с кадрами из загрязнения реки Лены вновь вызвал возмущение якутян. Речь идет о видео шестилетней давности, где молодой моряк выливает топливные отходы в реку. В свое время эти кадры вызвали серьезный резонанс. Спустя годы, на днях, злосчастное видео оказалось в сети в топах. В этой связи Минохраны природы пришлось повторно и в подробностях опубликовать результаты того расследования о том, что меры по скандальному материалу были приняты, а виновные наказаны. Ничего хорошего, понятного в этой истории нет и быть не может, однако радует то, как живо и жестко реагируют жители Якутии на подобные случаи. Причем неважно, каких масштабов акты загрязнения. Например, такая же бурная реакция у якутян была на недавний случай слива нечистот коммунальщиками в пригороде столицы. И это далеко не последние и не единственные примеры. Безусловно, это говорит о том, что жители республики реально беспокоит и волнует экологический вопрос состояния окружающей среды. Всем не все равно. Но проблем в этой отрасли все же много. Один из главных – это мягкость наказаний и мизерные штрафы за загрязнение природы. Особенно, если речь идет о юридических лицах. Наш корреспондент Юрий Осипов собрал недавние случаи загрязнения природы в Якутии, включая тот нашумевший эпизод с речниками. Сам бы я, конечно, в Волгу, нашу великую матушку Волгу, никогда бы этого не сделал. Но в эту Лену страны, когда мне уже вот здесь, вот с комком в городе. Я сделаю это с удовольствием. Я думаю, вы все меня поддержите. Все, кто были на практике в Якутии мотористами. Вот ты, сука, ебаный. Я, что прошло. Да, с нами сейчас сидим. Этот громкий случай произошел в октябре 2011-го. Но расследование по нему было проведено по прошествии полугода. После того, как это видео получило широкую огласку. Позже выяснилось, сброс подсланевых вод происходил с танкера, который принадлежит Лорпу. Главное действующее лицо – курсант Государственного морского университета, проходивший здесь практику. По итогам расследования сам непосредственный виновник был отчислен из учебного заведения. Помимо этого, на 30 тысяч было оштрафовано предприятие. И на 3 тысячи – капитан судна. Другой случай загрязнения природы был обнаружен в районе Табаги совсем недавно. Коммунальщики устроили незаконную санточку. В поисках нарушителей сотрудники Росприроднадзора совместно с общественниками выехали в лесной массив в районе 25-го километра Покровского тракта. Именно там были обнаружены следы незаконного слива нечистот. По словам специалистов, это не единичные случаи, а целая система. Ежедневно туда сливаются десятки машин с отходами. На местах слива сотрудниками Росприроднадзора были взяты пробы для химического анализа. По этим фактам ведется расследование. В ходе рейда поймали трех нарушителей. Если будут доказаны загрязнения или порчи земель, мы их будем привлекать к административной ответственности в виде административного штрафа. Либо должностное лицо, либо предприятие. Это уже будет выяснено в ходе расследования. Но это локальные происшествия. Как показывает практика, случаи бывают разные. Так, в 2006 году разлив нефтепродуктов произошел в Ленском районе. Компании «Лена-нефтегаз» были загрязнены реки Лена и Пеледуй. И этот пример не единственный. Были случаи в Булунском районе, в поселке Тикси. В 2009 году тоже разлив нефти был. В 2008 по Индегирке, село Хану, тоже разлив нефтепродуктов нефтебазы. По всем случаям загрязнения надзорными и охранными органами проводятся проверки и принимаются соответствующие меры. Одним из последних примеров загрязнения водоема можно выделить утечку авиатоплива в поселке Жатай. Из разошедшегося сварного шва в трубопроводе на поверхность безымянного озера попало порядка 230 килограмм авиатоплива. Компания-виновник аэропорт ГСМ-сервис, она была оштрафована на 30 тысяч рублей. Ликвидацией последствий должна заняться сама компания. Они песком еще отсыпали, как сорбента. Ну вот, то есть они должны убрать и песок, и лед, и сдать это специализированное предприятие. У них заключен договор с ИП Петровым на утилизацию вот таких загрязненных компонентов. Если говорить о масштабах республики, то результаты последних исследований смогли выявить самые загрязненные водоемы Якутии. К ним отнесли Лену, Алдан, Вилюй, Яну, Индигирку, Колыму, Аннабар и Оленек. По комплексу основных загрязняющих веществ водные объекты территории республики в основном относятся к разряду загрязненных. Некоторые водные объекты и участки водотоков, расположенные вблизи городов и населенных пунктов, а также на территориях. Промышленные деятельности человека можно отнести к категории очень загрязненные. Как уточнили специалисты, показатели Якутии не худшие в стране. В Якутии нет экстремально загрязненных объектов. В большинстве воду из местных водоемов все еще можно употреблять в пищу. На Ботуму привозили своих друзей из Москвы. И когда он просто зачерпывает кружкой воду и пьет, он прямо сказал, снимите меня, покажите, что это возможно. Потому что в центральных регионах России этого уже давно нет, люди опасаются. Но чтобы это и впредь оставалось так же, необходимо уделять больше внимания охране природы. Сейчас в один голос говорят об ужесточении применяемых мер за подобные преступления. О том, что из-за незначительности наказания нарушители не боятся. К примеру, загрязнение нефтью в административном кодексе, есть статья 8.13. Там предусматривается административный штраф. Максимальный размер штрафа это 40 тысяч на юридическое лицо на предприятии. Сами можете представить, если крупное предприятие, что это такое 40 тысяч. Естественно, в законы наши тоже надо внести изменения. Мы эти вопросы тоже регулярно поднимаем. Но пока вопрос как бы о связи открыт. Но неужели от совершения подобных преступлений людей должен останавливать только страх перед наказанием? Особенно сейчас, в год экологии. Каждому необходимо помнить об индивидуальной ответственности. Ведь значение имеют все случаи, начиная от невзначай брошенной бумажки до крупных экологических катастроф. Юрий Осипов, Георгий Григорьев, Андрей Осикритов, Илья Жараев, Якутия. День за днем.